Геррифорд Мы начали заниматься сельским хозяйством, нам китайские инвесторы поставили задачу максимально быстрой возвратности инвестиций. Сельское хозяйство в России, оно не предполагает быстрого срока окупаемости. Чтобы сбалансировать интересы и России, и интересы Китая, не потерять инвесторов, мы ставку сделали на самые последние современные технологии. Мы выбрали породу Геррифорд. Это является одной из самых оптимальных пород, наряду с ангусом. Именно по мясу. Это опять также речь об экономике. То есть максимальные выхода мяса, максимальная быстрая скорость набора веса. В 18 месяцев уже бычок породы Геррифорд достигает забойного веса 500-600 килограмм. Выход мяса с одной туши 60%, значительно выше, чем у других пород. Это мраморное мясо, продукт премиум класса, который в конце года уже выйдет на российский рынок. Высокая эффективность – это принцип работы не только этой фермы, а всей системы по созданию хорошего инвестиционного климата в Томской области. Каждый иностранный инвестор здесь – это потенциал, который надо использовать с максимальным результатом. Основная заготовка леса – это у нас декабрь, январь, февраль, март. А дальше что делать? Части людей, они освобождаются. Я говорил, давайте в это время вы занимайтесь сельхозпроизводством, потом, когда наступает заготовка, вы опять уходите. И люди заняты. Им не надо ехать на вахты или куда-то. И нашлись такие инвесторы, которые уже сегодня больше 600 миллионов вложили, 610, по-моему, миллионов рублей уже вложено. Поскольку Россия испытывает дефицит высококачественного мяса говядины, нам предложили развивать здесь именно мясное животноводство. И мы стали вкладывать в развитие этой фермы. Важный залог успешного сотрудничества и в лесной переработке, и в сельском хозяйстве – это хорошо налаженные взаимодействия между органами власти на самых разных уровнях. И эта система в Томской области четко работает. Поголовье здесь 2500. В ближайшие пять лет его планируют увеличить в 10 раз. Кроме того, ферма уже получила статус племенного хозяйства, что дает дополнительные возможности развития.